Кинематограф Произошёл некоторый развал тогда кинематографа. Среднее звено потерялось. Кино — это искусство коллективное. Да, конечно, режиссёр, автор, композитор, люди определяющие фильм. Но так или иначе, этот фильм должен кто-то делать. И вот это среднее звено, оно порастерялось. Оно ушло в ларьки, в грузчики, куда угодно. Надо было зарабатывать, надо было жить, кормить семью и так далее. Вот это всё и привело к тому, что в определённый момент очень многие ушли из кинематографа. Хотя его очень любили. Лучше или хуже, но я занимаюсь театром. Хочу ли я? Конечно, хочу. Но сейчас трудно, повторяю, совместить интересы художественные с интересами, так сказать, коммерческими. Более того, пришла новая группа людей в кинематографе, так называемые продюсеры. И если раньше я мог ещё как-то убедить начальника партийного или административного в том, что мне надо сделать, то сейчас это стало гораздо труднее. Продюсер просто считает деньги. Он говорит, вот это мне подходит, это мне... Иногда это гений, но их очень мало. Но когда мне начинает человек, который до этого работал на гвоздильной фабрике, рассказывать, как надо снимать кино, он мне становится не по себе. Я думаю, что лучше я буду как-нибудь без него пойдусь. Поэтому сейчас, конечно, дело трудное. Но, тем не менее, это уже вот то, что я сейчас всё рассказывал, это было. Вот сейчас, да, пошёл Майкин в другую сторону. Все вдруг сообразили, что всё-таки художественный процесс всё равно есть художественный процесс, а коммерческий, всё равно коммерческий, и не надо их путать, их надо объединять, другое дело. И сейчас, мне кажется, кинематограф снова немножко, ну что ли, поворачивается в нужную сторону. Я очень верю, что в ближайшее время мы снова, так сказать, обретём, мы, я имею в виду, наш, российский кинотоп, кинематограф, снова вернётся в серьёзное положение, будет значим. И есть тому примеры, и достаточно много примеров. Достаточно много. Я буду, да. Возможно, что я и сниму, если Бог даст, что-нибудь. Но, конечно, так, как я это умею, только так, как я это умею, я не могу снимать, как другие. Ну, кино такая штука, что, конечно, можно снимать под кальком один и тот же сюжет, снятый во Франции или в Америке, или сделанный ещё где-либо и как-либо, и повторять его, повторять, геги повторять, трюки повторять. Но мне всё-таки хочется идти, и я не смогу просто иначе. Я не смогу делать так, как делают другие. Я могу делать так, как я это делаю. Если это получится, если это будет убедительно, значит, тогда ещё что-то есть. Если это не получится или будет неубедительно, значит, надо будет сказать спасибо, до свидания. Пока ещё, вот я надеюсь. Ну, всё же, где-то лежит та самая идея, которую вы бы хотели... Ты знаешь, идей всегда очень много. У режиссёров всегда очень много идей. И они между ними мечутся. И это не зависит, вот я настроился, я хочу снять там, я не знаю, по иному миру. Нет. Ещё есть случаи, ещё есть обстоятельства, ещё есть Господь Бог. Вот эти обстоятельства, все вместе взятые, и определяют ту или иную идею, которая реализуется. А вообще-то, конечно, хочется снять про то, что ты хорошо знаешь. Про то, что ты любишь. И тем способом, которым ты умеешь. Вот, собственно говоря, и всё, что я могу сказать по этому поводу. Вот, смотрите, мы говорили про короткую историю, последнюю историю кинематографа. Значит, советское время, бюджет Госкино, перестройка, рыночные отношения и много случайных людей. И вот сейчас третья, на мой взгляд, волна, когда компании Universal Pictures или какие-то говорят, «А нам деньги не нужны, нам не хватает человека и сценария, у нас полно денег. Мы вот хотим снять кино, но хорошее кино». И, значит, из этого следует. Что-то не один. Ну, ты знаешь, может быть, время и настало, но только надо, чтобы оно ещё на меня упало. Пока что это где-то там, может быть, происходит. Это одна сторона дела. А другая сторона дела – а всё-таки кто-то сохранился, а всё-таки кто-то выдержал, а всё-таки кто-то смог. И та же Аня, вам пример. Нет, она осталась. И это тоже талант, и это тоже актриса, но она проявится и как талантливый человек в любом деле. А талантливые люди, если не талантливые, они талантливы всегда во всём. Если Аня сядет за руль, несмотря на её балетную, якобы, так сказать, она будет хорошо водить машину. А будут ли она актрисы ещё в каких-то работах, в каких-то проектах? Наверное, и будет. Если она этого захочет. Не мы с вами, а она. И даже не я. Продолжение следует...